Спонсор показа – наш интернет-магазин umabook.ru. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта umma.ru. Это сурат Аль-Бакара. Вначале мы с вами посмотрим 258-й. Я назвал эту тему Авраам и Намруз. Намруз, да. Я сам периодически в Намазе для себя или в домашних условиях читаю этот аят. Вторая сура, 258-й . Здесь самое максимальное удлинение – шесть единиц. АЛАМТАРА ИЛАЛЛАДИЙ ХААДЖ ИБРАХИМА ФИ РАББИ ХИ АН АТАХУ ЛАХУ ЛМУЛИКА. ИЗГАЛ ИБРАХИМУ. АЛАМТАРА ИЛАЛЛАДИЙ ХААДЖ ИБРАХИМУ. Ну, здесь смысл такой, что здесь я читаю из моего богословского перевода с квадратными скобками. «Прислушавшись, разве ты…» Ну, обращение к Пророку и вообще к людям. «Не видел…» Это было в истории человечества. «Разве ты не видел того, кто спорил с Авраамом?» Давайте лучше вам напрямую буду переводить, а там, кому нужны квадратные скобки, сами посмотрите. «Ты не смотрел, ты не видел того, кто спорил с Авраамом?» Пророк Авраам. «Спорил с ним касательно Бога». Я вообще сам, когда люди начинают, там слишком вот эту тему Бога влезать. Я не сторонник, я считаю это, люди своим невежеством только этот вот уровень такой очеловечения начинается поэтапно, постепенно. Но Ибрагим, Авраам, как Пророк и по тем временам самый намруд намрос, если я дальше поясняю, правители Вавилона. По мнению некоторых комментаторов Корана, один из самых жестоких и властных правителей того времени – Намруд. В аяте не говорится, но во всех тафсирах говорится, что здесь это был разговор с Намрудом. Самым жестоким и самым влиятельным, самым властным человеком того времени. А с ним разговаривает Авраам, касательно Бога. У них спор, ну, как бы спор в хорошем смысле, касательно Бога. Здесь подчеркивается то, что Всевышний, Аллах, Бога, Господь дал ему Намруду власти. То есть, да, у него на самом деле была власть, все очень властная и так далее, но все-таки Авраам в том числе подчеркнул, что, послушай, приземлись, есть понятие Бога. Это совсем иная категория. Да, может, ты властный, сильный, влиятельный и так далее. Но Бог – это Бог, а человек – это человек. И вот здесь как раз идет. То, что Авраам в том числе хотел донести Намруду, что власть твоя, она от Бога. И в процессе этой беседы, спора . Авраам, как аргумент говорит. Мой Господь – это Тот, Который дает жизнь и забирает. То есть Авраам-то это дает, говорит с точки зрения его жизнь, формирование эмбриона, рождение, младенца, взросление. То есть Всевышний дает жизнь и забирает. То есть с точки зрения обычной биологической смерти. То есть как бы человек ни хотел, он все равно умирает. Но, опять же, такого уровня власти достигнув, Намрут тоже не тупой, но по-своему. И Намрут отвечает. . То есть я могу дать жизнь и могу убить. По сути дела, с точки зрения глагола, они одинаковы. Но просто . Там Всевышний дает жизнь и умершляет. И здесь . Тот же самый глагол. Он говорит, я тоже даю жизнь и могу умертвить. Глагол одинаковый, но смысл совсем разный вкладывается. Намрут уже в пояснениях. Приводят двоих заключенных, которые в тюрьме сидели. Что в тюрьме? Все, на. Жизнь тебе в подарок. Иди отсюда. Другой. Казнили и все. Вот этому дал жизнь. У него был смертный приговор. Этому дал жизнь. А этому лишил жизни. Вот и все. То есть, конечно же, как бы и неубедительно, но в то же время аргумент. Что делать-то? Для кого-то это может быть как аргумент. Да, твой Бог это может. Да, я тоже так могу. Говорит Намрут. Опа. Что делать? Аят продолжается. Но здесь прямо он берет, он сразу, Авраам берет уровень чисто божественный. . Аллах, Бог Господь, поднимает солнце с востока. А ты давай подними его с запада. И здесь идет . Он опешал. То есть он не смог ничего ответить. Но говорится о том, что в любом случае, здесь много пояснений, он все равно верующим не стал. То есть он ответить не смог. Но верующим он все равно не стал. . То есть он растерялся, не смог ничего ответить. Опешил. . И тиранов Всевышний не наставляет на верный путь. Здесь пояснения через звездочку я вам зачитывать не буду. Читать обычно сложно вслух. Но смысл такой, что в Тафсирах упоминается. Здесь я даю ссылку на Тафсир. На два Тафсира. История Намруда, правителя Вавилона. Ну, это уже в Тафсирах говорится. . Великий, все такое и так далее, да. Но вот после общения с Авраамом, это уже в Тафсирах, он сказал – хорошо, давай я приведу свое войско. А твой Бог… То есть Намрут себя считал Богом. А твой Бог, Авраам, пусть приведет свое. Ну, и посмотрим, кто кого. Интересно, вы знаете, наверное, эту историю, но… Наутро он приготовил огромное войско. То есть все уже выстроено, все готово к битве. И Всевышний отправляет что? Комаров, москитов. В Тафсирах говорится – голодных, кровожадных комаров, москитов. Ну, то есть не наших маленьких, там что-то посерьезнее. Потому что в Тафсирах говорится, что они просто сожрали это войско по полной программе. Закрыться было невозможно. Но даже те, кто был в Сибири, я порой с кем-то общался, кто работал в Сибири. То есть там бывает… Человек заходит, там специальная одежда, которую они прокусывают. То есть все должно быть закрыто. Потому что бывают периоды, когда просто вот если ты выйдешь, они могут на тебя налететь и просто ты умрешь от потери крови. То есть реально там… Прямо тучи сразу уплепляют человека. Ну, я бы так не поверил, но просто люди, которые в вагончиках, переезжая, все эти где там нефтедобыча и так далее. Довольно непростая вещь. Специальная одежда, которую не прокусывают. А здесь у этих бедолаг какая там одежда по тем временам? Все войско эти москиты сожрали по полной программе. Все обголодали, все кости. Хорошо. Но нам роду самое лучшее досталось. Опять же, все как бы так вот… Божья милость, мудрость, насекомое попало к нему. Ну, в тафсире говорится через ноздрю. Там, в любом случае, ход есть в мозг. И потихонечку его кусало внутри. То есть когда внутри что-то, ну, не самое приятное, да. Потихонечку, потихонечку. И боль, ну, было болезненно. Поэтому единственное, что это, как говорят, клин клином. Поэтому, когда его ударяли по голове, ему легче становилось. Ну, видно, там это насекомое, оно чуть так сотрясение получало, останавливалось, ему легче становилось, да. Ну, и так его били, что и до смерти и забили. Вот таким образом, вот такой вот божок в человеческой истории. Мы, люди, конечно, очень смешные, странные и часто теряемся. Поэтому, конечно, чтение Корана, чтение хадисов вообще просто – это безграничное такое. Сокровище полезных смыслов и мудрости. Здесь же в этой череде аятов, это уже другая тема, как «умер на сто лет», я назвал. Двести пятьдесят девятый аят. И прямо здесь идет, они чередой идут и переход на другую историю. «Ов каладзи мера على قриета, وهи хавату на урушها». «Кал, ана юхи هذه الله بعد мوتها». «Фаматаху Аллаху мئة عамен, ثم بعثах». «Кал, кем лбитт?» «Кал, лбитт яуман, ау بعد яуман». Вот, когда человек мыслит, верующий, на уровне вот такого рода аятов, это мощно. Но реалии соцсетей сегодняшних… Народ мыслит, конечно, на очень таком странном, думая о Боге уровне. У меня там был пост по поводу, что если человек рано встает и многие годы, десятилетия приносят людям пользу, то он может отнести себя к великим людям. Потому что это мало кто делает. И тут началось. «А ты что там? Великий только Аллах там» и так далее. Слушай, ну эти посты не для деревянных мозгов. «Аль-Азим». Если человек верующий, «Аль-Азим», величие касательно Бога, оно безграничное. Эй! А величие человека – это обычно человеческий уровень, требующий самодисциплины, отдачи и, когда ты полезен другим, десятилетия. Вот это величие личности. Не знаю, видели ли вы этот фрагмент такой истории. Один человек, он скульптор. Не в прошлом веке, а позапрошлом. Я мельком быстро пробежался, интересный такой исторический пост там был. Он не еврей, такой очень махровый и все. Но вот именно есть же… Бывают люди, которые прямо-то как будто выстроены с точки зрения пользы людям. Он был очень известен еще в конце 1800 чего-то там. В 1900 в начале тоже очень известная личность. Но в 37-м он попадает под вот это все… враг народа. Ну и националист неудачная, человек публичный, известный и так далее. Он был очень известен именно как художник. Абсолютно простой, но как художник, как скульптор очень известен. И там интересно, он потом в своих воспоминаниях пишет, что его несколько месяцев его хотели заставить, чтобы он написал, что он продал какие-то секретные документы о морском флоте Японии. Он говорит, да я вообще в Японии это никогда не было японского не знаю. И он там как раз потом уже описывал то, что несколько месяцев мне в НКВД или где. Я говорю, а, интересно, что у него было. Я говорю, читать, писать не умею он. Он 1800 каком-то родился сам, но очень долго прожил. 1960 каком-то умер только. В 70-м, что-то в этом роде. И он говорит, я писать-то не могу. Кому я там, что там, кому, какие данные могу отдать. Перепонку ему тоже у него там лопнуло. И интересно, даже там, находясь, несколько месяцев в НКВД и там где, ему давали кусок хлеба, а он из него в течение дня лепил то или иное. Он очень любил лепить. И поэтому очень просто реально шедевральные всякие вещи творил, удивительные. Потом с деревом связанные тоже. Потом уже, когда у него была возможность. И потом вечером уже это съедал. В течение дня, то есть его руки, там мастерство. Потом его сослали. В Казахстан его сослали. Там он в какой-то землянке жил. Причем интересно, его периодически посещали. Он известная личность была. Но все боялись с ним связываться. Кто-то чуть-чуть ему что-то помогал. И там, говорится, даже в землянке 12 лет человек прожил. И потом, когда уже в каком-то 56 году был какой-то указ. Или в 67 году, что он уже перестал быть врагом народа. В 57 или в 60 чего-то там. Какой? В 57 году, что он перестал быть врагом народа. Представьте, сколько лет. С 37 по 57 – 20 лет. Его выпустили, но все равно же как бы. И он не поехал в Москву. Он сам из Москвы. В Питер не поехал. Остался в Алматы. Пришел в театр. И сказал, я могу здесь что-нибудь делать? Его просто наняли маляром. Как маляр за 60 рублей. Тем более, он же репрессированный. Враг народа бывший. И вот этот старик все так же. Он интересный. Он находил всякие связанные с деревом, пеньки, еще что-то. Когда он уже ближе к смерти, один художник зашел. В подвале какая-то комната у него была. Он просто был в шоке. Сколько человек красоты из природы, работая с деревом, что он сделал. Удивительно. То есть человек от этой жизни ничего не получил. Но он всегда – его творчество, его деятельность. Никакой ненависти к кому-то. Просто ты полезен другим. Ты делаешь то, к чему у тебя внутренний порыв. Поэтому быть великим человеком – это многие десятилетия труда и пользы другим людям. Но этот человек, в любом случае, здесь не нужно как-то увязывать это с Богом. Его величие безгранично. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok